Вы могли не заметить, но ни коронавирус, ни экономический кризис никак не повлияли на самую большую космическую гонку со времен Холодной войны. В этой гонке помимо России и США теперь участвуют Китай, Япония и подключается Индия, хотя Россия и США остаются лидирующими игроками. В начале апреля НАСА представило новый более подробный план по освоению Луны, в соответствии с которым с 2024 года должно начаться строительство лунной базы. Располагаться эта база будет на южном полюсе нашего спутника, вмещать до четырех астронавтов, которые смогут находиться на ней около недели. При этом это только базовая версия, ее еще необходимо достроить, добавив туда электростанцию и много дополнительных модулей. Надо понимать, что это не просто фантазия, а официальный государственный документ. Ну а спустя всего неделю в Роскосмосе объявили о том, что в 2025 году отправят на Луну тяжелую посадочную платформу Луна-27, которая на месте пробурит до двух метров грунта и изучит замороженные породы. Ну а делается это все для того, чтобы развернуть на Луне полноценную обитаемую базу. РАН еще пару лет назад одобрил план по освоению Луны, в соответствии с которым после 1932 года российский космонавт будет высаживаться на Луну, ну а примерно к 40-му должна быть построена эта база. Луна воспринимается как первый шаг в освоении космоса. Дальше человечество собирается лететь на Марс. И это прекрасные мечты, но возникает одна существенная проблема. Как мы будем строить все эти колонии? Сейчас очень много говорят о том, чтобы хотя бы долететь до Марса, и именно поэтому развивают технологии многоразовых ракет-носителей. Но что мы будем делать, когда туда долетим? Из чего строить наши базы? На сегодняшний день мы умеем строить базы исключительно из модулей, но когда мы говорим про колонизацию дальних планет, это может стать серьезной проблемой, ведь модули необходимо создавать на Земле, подготавливать и доставлять их туда. Поддержание удаленных колоний поставками Земли будет настолько дорогим, что подобной экспансии просто не будет иметь никакого смысла. Так что, неужели нет никаких шансов на освоение других планет? На самом деле, сейчас развивается несколько технологий, которые вполне могут сделать строительство на удаленных планетах гораздо более доступным. И именно о них я вам сейчас расскажу. Это Сайван, меня зовут Денис Юшин, я создатель и автор канала Sides & Future в Яндекс.Дзене, где я рассказываю о самом интересном и перспективном из мира науки технологий. Что ж, поехали. Если мы хотим создавать полноценную автономную колонию на других планетах, то их необходимо будет обеспечить таким же полноценным производством, которое есть у нас на Земле, которое начинается с добычи и переработки полезных ископаемых. А когда мы говорим про Луну или Марс, мы совершенно точно понимаем, что это невозможно. Даже если бы мы смогли перенести все эти производства на новую планету, то в этом не было бы никакого смысла, потому что часть из них уже устарели и функционируют только потому, что завязаны друг на друге. Именно поэтому, например, сегодня не происходит изменений в технологиях строительства дорог, хотя мы знаем и гораздо более эффективные материалы и способы укладки. Если все-таки будет решено перейти на новые технологии, придется модернизировать или вообще закрывать производство, скажем, щебня или асфальта, или асфальтоуплаченской техники. Таким образом, если мы все-таки решим колонизировать планеты исключительно с помощью модулей, то мы полностью завяжемся на технологиях, которые существуют на Земле. Для развития такой колонии потребуется постоянно забрасывать на другую планету миллионы тонн самого разнообразного груза. Ну а если так случится, что один из модулей по самым разнообразным причинам выйдет из строя, то придется ждать огромное количество времени, пока его производят на Земле, подготовят и доставят на ту планету, на которой находятся люди. Тем не менее, если мы хотим начать колонизацию в самое ближайшее время, то нужно делать это с помощью модулей, запросив, например, самые основные — поддержание жизнедеятельности и хранение. Для того, чтобы колония развивалась и не зависела полностью от поставок Земли, необходимо развивать новые технологии, одними из которых являются аддитивные. Эти технологии могут позволить создавать вещи и строить здания непосредственно из того материала, который находится на колонизируемой планете. Таким образом, отдельно взятый 3D-принтер может вполне выступить в роли мини-фабрики, объединяющей в себе сразу несколько производств. Еще одним положительным моментом является отсутствие отходов и вредных выбросов, то есть мы сразу не будем загрязнять новый мир. Суть аддитивного строительства на Луне или Марсе заключается в использовании реголита, сыпучего грунта, который есть и на Луне, и на Марсе. Лунный реголит представляет из себя базальты — это магматические породы, которые максимально распространены, в том числе и на Земле. Марсиатский грудь, конечно, несколько отличается от лунного, но при этом не настолько, чтобы надо было говорить о создании каких-то отдельных технологий для Луны или Марса. Таким образом, если мы будем применять аддитивные технологии для строительства на Луне или Марсе, нам не понадобится использовать разведку, переработку и добычу полезных ископаемых, как это происходит на Земле. Надо понимать, что так как мы говорим о совершенно недружелюбных планетах, мы должны использовать совершенно любой ресурс по максимуму, в том числе выжимая все даже из камней. Именно поэтому в нас разрабатываются технологии для сбора реголита, при которой после термической обработки получается и материал для печати, вода, кислород и даже водород как основа для топлива. Однако надо понимать, что с помощью аддитивного строительства вряд ли получится создавать что-то, кроме несущих и защитных сооружений, поэтому на первых этапах без модулей нам точно не обойтись. Крайне важной является необходимость обеспечения энергии и модулей, и 3D-принтеров. Так, на сегодняшний день добыча и хранение энергии является точно такой же индустрией, как и любое промышленное производство. И именно это и осложняет наши возможности по колонизации. К тому же на Луне и на Марсе нам совершенно точно и найти нефти. При этом на Луне есть только Солнце, на Марсе есть еще и ветер, хотя обе эти технологии еще крайне малоразвиты и для колонизации точно не подходят. Пожалуй, основной сложностью можно назвать принципиально разные условия работы на Луне и на Марсе. Так, на Луне полностью отсутствует атмосфера и тяжесть в 6 раз меньше, чем на Земле. На Марсе атмосфера хоть и есть, но она принципиально отличается от земной, поэтому по идее одному и тому же оборудованию придется работать в совершенно и принципиально разных условиях. Но ведь не обязательно делать это оборудование универсальным. Надо понимать, что мы не будем осваивать одновременно и Луну, и Марс. Первым шагом все-таки будет Луна, и технологии необходимо создавать сейчас для того, чтобы колонизировать ее, а уже потом адаптировать под Марс. 3D-печать как Relativity Space напечатали полностью и двигатель, и ракету, и даже уже заредеврировали площадку у НАСА для пуска. Все эти компании переходят на использование аддитивных технологий, потому что это гораздо дешевле и эффективнее традиционного производства. Еще одним перспективным направлением использования 3D-печать является создание спутников и космических аппаратов, а одним из основных направлений его развития является их печать непосредственно в космосе. В перспективе это может позволить не запускать каждый аппарат отдельно, запустив однажды принтер и только иногда подвозя ему материал. Уже сейчас компания Boeing полностью печатает космические аппараты, благодаря чему получилось снизить их стоимость в 15 раз, со 150 до 10 миллионов. Не стоит забывать об активном внедрении аддитивных технологий в медицину, экзоскелеты, протезы, печать тканей органов. Таким образом, 3D-печать может закрыть полностью большинство вопросов при создании колонии, от строительства до вопросов медицины. У многих скептическое отношение к аддитивным технологиям из-за того, что есть довольно существенный разрыв между возможностями домашней 3D-печати и промышленной. Как показывает история, любая новая технология после своего появления редко воспринимается всерьез до момента, пока не войдет в повседневную жизнь. Итак, чего нам не хватает для того, чтобы начать строить колонии прямо сейчас? Первое, это, конечно, долететь туда. Ну а как только мы долетели, нам необходимо обеспечить нашу будущую колонию энергией. Ну а третья проблема заключается в том, чтобы развить технологии 3D-печати из реголита и испытать их на Луне. При этом, надо понимать, что, по крайней мере, на первых порах, а обойтись только аддитивными технологиями у нас не получится, поэтому необходимо будет использовать и другие методы и подходы. За этим очень интересно наблюдать, еще интереснее принимать непосредственно участие. Именно поэтому я, работая в ракетно-космической отрасли, занимаюсь именно аддитивными технологиями. Это Сайван, а я Денис Юшин, создатель и автор канала Science & Future в Яндекс.Дзене, где я рассказываю о самом интересном и перспективном из мира технологий. Так что буду рад видеть вас на моем канале. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok